в общем для тех кто пропустил в общем у нас тут чп произошло обрывалась запись вот на эти вопросики мы уже ответили посмотрим может получится все совместить и будет все окей так тут допустим выбрали вот эти вот три вопроса на и мы предполагаем что здесь может быть у нас ошибка то есть мы находимся допустим на этапе подготовки значит смотрите тут речь идет про популяцию нужно будет просто залезть в учебник и посмотреть что такое популяция и какие есть примеры популяции то есть вам мысль номер один надо решать тесты чтобы знать куда заглянуть и что там посмотреть тыкните плюсик если понятно то есть вам с этой точки зрения ошибок бояться не нужно то есть наоборот нужно решать ошибаться набираться опыта лазить по книжкам потом допустим изучать пособия которые есть честно вот спрашивали недавно про пособия они достаточно устарели но я считаю учебники уже пообновлялись пособия устарели я бы рекомендовал вам для подготовки использовать только школьные учебники то есть пособия могут вам навредить ну или по крайней мере пользы не сделать это мое мнение может у вас есть какое-то другое поэтому ну вы тут уже сами принимаете решение так скажите признаки характерны для склерофитов давайте объясню почему у них вязкая цитоплазма у склерофитов есть такое понятие как осмотическое давление и если в клетке допустим концентрация солей 2 процента то а концентрация пресной воды между прочим вот такая 0 5 процентов 0 5 0 3 процента то клетки которые имеют высокую концентрацию в вязкую цитоплазму они притягивают воду с большей силой чем клетки растений которые имеют ну то есть обычную цитоплазму понятно то есть когда наступает засуха вообще для растений нормальная тема что когда наступает засуха концентрация солей здесь становится выше и соответственно увеличивается и так осматическое давление внутри клетки притяжение воды тоже усиливается поэтому у них будет вязкая цитоплазма и вот еще всякие фишки айронхима это будет у тех кто живет на побережьях там допустим айронхима это воздушная паренхима паренхима бывает фотосинтезирующая запасающая и вот воздушные всякие камыш там допустим так далее механическая ткань ну ладно вот выбрали 5 пойдемте дальше верная в отношении эмбрионального развития животных вот эмбриональное развитие рекомендую уделить этому вниманию внимание эмбриональному развитию потому что это тема которая принесет вам баллы то есть вы можете сказать она какая-то сложная если я готовлюсь учениками даже вот слабыми учениками вот представьте вот есть слабый ученик у которого там результат 20 15 там такое эмбриональное развитие 100 пудов надо выучить потому что ну во первых не такое оно и сложное сложное это все что новое но сложное но если человек нарисует раз десять одно и тоже одни те же термины и порешает тестики он к ним привыкнет и будет идеально все это дело решать и получит кучу баллов за это эмбриональное развитие поэтому я вам рекомендую заморочиться и разобраться с ним земноводные это вторичные роты это не первичные роты гаструляция заканчивается образованием однослойного многоклеточного ну смотрите что такое гаструляция вот она гастрола это один слой вот этот второй слой клеток это и антодерма тут первичная кишка тут первичный рот то есть второе тоже как-то не похоже на правильный ответ стадия на которой осуществляется закладка осевых органов называется дроблением дроблением это просто зигота дробиться какие еще севые органы так образованных животных из энтодермы развивается печень поджелудочная щитовидная железо невероятно это да как запомнить что это да ну смотрите выжила была блэстула и вот это вот была бластодерма блэстодерма это как бы такая эпителлиальная ткань зародышевая а эпителлиальная ткань она бывает покровной и железистой потом это было ст Safari стала эктодермо и энтодерро то есть в эктодерма и энтодерма это тоже, по сути, эпителиальная ткань, которая может быть покровной и железистой. Поэтому, если мы берём пищеварительную систему, то эпители кишечника, это как покровный эпители, он из энтодермы состоит, а вот печень, поджелудочная железа, щитовидная железа, это тоже железа, то есть они по такой логике, они тоже из энтодермы состоят. Понятно, почему? Ну, вот так вот шло развитие. Не могут они из мезодермы быть. Кишечные полостные заканчивают своё эмбриональное развитие на стадии образования двух зародышевых листков. Но вы уже знаете, что они не кишечные полостные, а они уже стрекающие. Знаете эту фишку? Можно бы и в тестах тоже исправлять кишечные полостные на стрекающих. Так. Пятиуглеродный моносахарид, входящий в состав АТФ. Давайте, как вы считаете, дезоксирибоза или рибоза? Посмотрим, как вы справитесь. короче, дезоксирибоза только в ДНК, а вот во всех остальных штуках рибоза. Молодцы, кто написал рибоза. Идём дальше. Вот этот вопросик, сейчас я вам объясню, вы кайфанёте. Потому что многие путаются. Вот живое, костное, биогенное, биокостное. У кого есть проблемы с пониманием вот этих вот понятий? Как понять, кого куда отнести? Давайте вот разделим вот так. Живое, костное, биогенное, а вот это вот биокостное. Насчёт живого и костного, я думаю, понятно. Допустим, фауна Мирового океана, это будет живое вещество биосферы. Если вы поймёте логику, то, в принципе, сложно будет забыть это всё дело так. А, Б, В. Пишем. Значит, смотрите. Биогенное. Как бы сгенерировано живыми веществами. То есть оно состоит на 100% из чего-то, что было живым. Если мы возьмём ещё функции биосферы, которые есть. Вот у биосферы есть такая концентрационная функция. Концентрационная функция. Допустим, фотосинтез. У него есть и газовая, и концентрационная функция, и энергетическая функция. Вот концентрационная функция фотосинтеза заключается в том, что накапливается, то есть концентрация углерода в атмосфере 0,4%. Растения накапливают этот углерод, то есть поглощают углекислый газ и накапливают его в виде органических веществ. Потом они умирают. И вот всё, что получается, уголь, нефть, торф и так далее, это, по сути, накопленный результат концентрационной функции. Это живые вещества, вот они это всё сделали. И поэтому вот мел, это же тоже концентрационная функция биосферы. То есть всякие ракушки накопили кальций. То есть это всё будет относиться к биогенному веществу. То есть мел мы отнесём к биогенному веществу, потому что накопили ракушки. Короче, этот мел фауна мирового океана – это то, что живое, а при этом это живое вещество. Что насчёт биокостного? Биокостное – это смесь, скажем, биогенного и костного. Смесь. Вот смесь. Вот это у меня есть, что смесь написано. И можно ещё запомнить ВВП. Воздух, вода, почва. Потому что часть воздуха, часть воды, часть почвы, они созданы живыми организмами. И какая-то часть, она создана, допустим, в результате вулканической деятельности. Поставьте плюсик, если тут понятно, что В будет относиться к биокостному веществу. То есть мы поставим туда четвёрку. Так, биологические ошибки. Честно, не люблю я такие вопросы с этими биологическими ошибками. В селекционной работе Шарко использует определённые методы скрещивания. Ну, да. На первоначальных этапах выведения пород или сортов осуществляют межпородную или межсортовую гибридизацию, которая называется инбридингом. Нет. Давайте будем вспоминать законы. Вот первый закон Менделя. Если вы помните, как он выглядит, вот это вот аутбридинг называется. Второй закон Менделя – это инбридинг называется. Если вы понимаете, в чём речь, значит, вы понимаете, что такое аутбридинг и инбридинг. То есть инбридинг – это не межсортовое скрещивание, а наоборот, близкородственное скрещивание. Поэтому это неправильно. Ну и здесь тоже. А вот это называется инбридингом. Аутбридинг и инбридинг. Да, скрещивание особей различает различных видов, отдалённая гибридизация. Тоже да. Ну, в целом всё окей. Так, дальше идём. Вот в этих вопросах есть видео. Можете в бот написать митос, миос. Он вам выдаст видосик на тему, как делать такие задания. Значит, что надо? Клеточный цикл. Понимать, что вот G1, S, G2 – период. Здесь 2N, 2C. Здесь 2N, 4C. Есть митос, есть миос-1, есть миос-2. Есть профаза, метафаза, анафаза, телофаза. И там такая табличка имеется. И нужно научиться рисовать эту табличку, где сколько есть НС и всё такое. Формула 1N2C. Ну, давайте вот просто по-быстрому это всё дело заполним. 2N, 4C. Тут тоже по экватору 2N, 4C. Тут к полюсам расходится 2N, 2C. А тут в каждой клетке будет 2N, 2C. Так, в профазе здесь будет тоже 2N, 4C. По экватору 2N, 4C. N2C будет расходиться к каждому полюсу. И НС будет в каждой клетке. Так, что у нас тут? В клетке. Во время... То есть, чем этот вопрос может быть интересен? Смотрите. Если говорится в клетке. Вот у нас клетка во время метафазы... Вернее, во время анафазы миоза-1. У неё у каждого полюса N2C находится. Но в клетке 2N, 4C. Целиком. Поэтому, по идее, вот такие варианты выбирать не нужно. Значит, профаза здесь N2C будет. Здесь метафаза N2C. НС уже расходится к каждому полюсу. И тут в клетке НС тоже. Нас уже интересовать это не будет. Ещё раз. Если хотите, чтобы это всё было помедленнее, просто в бот напишите метоз или миоз. Слово кодовое. И он вам пришлёт урок. Договорились? Тыкните на плюсик, если договорились. И вы там увидите эту табличку. И не только. Значит, какие мы варианты будем выбирать? Телофаза миоза-1? Да. Телофаза метоза? Нет. Метафаза миоза-1? Нет. Профаза миоза-2? Да. Телофаза миоза-2? Нет. Нет. Согласны? Телофаза миоза-1? Н2C? Что я тут НС написал? Не знаю. Вот Н2C. Клетки уже будут. Идём дальше. Сравните гликолиз и аэробный этап клеточного дыхания. Давайте посмотрим. Протекает при участии... Так, укажите отличительные признаки гликолиза. Протекает при участии кислорода? Нет. В митохондриях? Нет. Относится к реакциям катаболизма. И то, и другое относятся к реакциям катаболизма. Поэтому нет. Продукт первовиноградная кислота? Да. И две молекулы АТФ? Да. Но не вижу ничего сложного. Как бы выбираем 4-5 и двигаемся дальше. Задача экологическая. Пастбищная цепь питания. Что рекомендую в плане решения экологических задач? Номер один, что нужно сделать, это нарисовать экологическую цепочку. Ну, вернее, цепочку питания. Значит, яблоня. Ну, яблоня будет самая первая. Это будет продуцент. Потом плодожорка. Потом будет наверняка синица будет кушать этих плодожорок. И синицу будет кушать ястреб. Согласны? Что вот такая вот цепочка питания. Дальше что нужно делать? Нужно указывать всю информацию под... В общем, можно разделить на колоночки такие. И вот в экосистеме обитает 60 пар синиц. Значит, эти 60 пар синиц мы запишем сюда. 60 пар – это 120 штук. Понимаете? То есть, не хаотично где-то там вы должны информацию писать. А все, что о синицах, пишите под синицами. Сколько килоджоулей должно быть заключено в биомассе съеденных продукцентов? То есть, нужно какое-то килоджоулей, количество килоджоулей под вопросом съесть продуцентов, должно быть. Чтобы обеспечить прирост каждой синицы на 5 грамм. 120 штук умножить на 5 грамм. Мы получим... Сколько нужно прирост в граммах сделать? 120 умножить на 5. Давайте напишите в чате. Посмотрю, как выусно считаете. В столбике, если что считаете. 600. Молодцы. То есть, должен быть прирост плюс 600 грамм. Если в данной пищевой цепи соблюдается правило 10%, а в 100 грамм любого консумента заключено 400 килоджоулей. То есть, 600 грамм это х, а 100 грамм это 400. Но х будет сколько? 600 умножить на 4 равно 2400 килоджоулей. Все верно. Можно написать, что 400 разделить на 100. Понимаете, да? Граммы и нолики эти сократятся. Получается 6 на 4, 20. Правильно умножил? 6 на 4, 24. Все хорошо со мной. Сюда пишем 2400. Килоджоулей. Значит, у нас здесь будет 24000. А здесь будет 240 тысяч. Давайте напишем ответ 240 тысяч. Ну, то есть, я пока не вижу здесь что-то такого сложного в задаче. Главное, не напутать с ноликами, с вычислениями, вот, внимательно все это делать. Ну, давай, фото конем сделаем. Сейчас, секунду у нас, фото конем. Так, у нас тут ходит конем. Ну, тут девчоныш на руках, если что. Вот это называется ход конем. Такие дела. Видали, как занятия можно вести? Давайте, напишите в чате. Лучше так или вообще не вести? Да, лучше так. По крайней мере, для вас. Новый герой сезона, да. Вы же знаете, что нас трое, кто родился 9 января. Это я, Катя и вот Ярик. Прикиньте. Даша говорит, что-то я запуталась в задаче. Даша, ну, вот мы начинаем экологию с эволюции. Приходи, распутаемся. Ксюша, тоже приходи, распутаемся. Нарешаемся задач, все детали разберем. Но это же, вот смотрите, это одна единственная задача, которая, она еще такая, ну, Ярослав называли, вот так вот, Ярик. То есть, смотрите, эта задача одна из самых таких простых. И мы ее, ну, то есть, вообще все задачи мы поразбираем. То есть, если есть в целом проблемы, эту проблему надо решать. И вот у нас сейчас 18.45, мы ее сегодня не успеем решить. Это просто поставить где-то галочку, что, ну, вот надо заняться этими задачами. И плотненько, давно их не было, могут быть. Так, фрагмент молекулы ДНК содержит 140 тимидиловых нуклеотидов, что составляет 20%. Так, значит, давайте нарисуем какую-нибудь молекулу ДНК. И здесь 140 тимидиловых нуклеотидов. А тимидиловые нуклеотиды, они комплементарные адениловым нуклеотидам. Значит, адениловых нуклеотидов тоже будет 140. Что составляет 20% от общего количества в этом фрагменте. Ну, прикольно. Значит, это 20 и это 20%. А что нужно найти? Определите количество цитидиловых нуклеотидов. То есть, не процент, а количество. Ну, давайте определим сначала процент. То есть, у нас 40% это аденин плюс тимин. Значит, 60% это будет цитозин плюс гуанин. Плюсики поставьте, если тут понятно. Цитидиловых будет 30%. И нам нужно узнать, сколько это. От 20% мы знаем, что это 140. Значит, х будет равен чему? 140 умножить на 30 разделить на 20. Это 210. В принципе, даже устно хорошо считается. Все нормально так, разобрались с этой задачей. Тыкаем 210, идем дальше. О, а в кариотипе огурца пассивного 2n равно 14. Смотрите, как классно стали упрощать. Пишут просто 2n равно 14. Сколько хромосом содержится в соматической клетке мутантной формы огурца? Есть ли 3 плаидея? 3 плаидея. Плаидея – это обозначает n. 3 обозначает 3. Значит, если 2n равно 14, 3n чему равно? Ну, нехитрыми вычислениями мы пишем 21. Триплэидею не нужно путать с 3 самией. 3 самия – это 2n плюс 1, а триплэидея – это 3n. Бузеров. Бузеров. А триплэидея – это машет рукой вам. Триплэидея – это 3n. О, блин, сейчас задача какая-то. Ну, выглядит страшненько. Да. Давайте сразу напишем АБВ. 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 Ну и будем скрещивать. Давайте я вам просто напишу, что важно помнить. Первый, второй закон Менделя и анализирующее скрещивание. Это... Даша говорит, фу, не любил расписывать это. Значит, для начала нужно расписывать, научиться. Первый закон, второй закон Менделя и анализирующее скрещивание. Вот. В результате первого закона Менделя – единообразие. В результате второго – три к одному. В результате анализирующее скрещивание – один к одному. Ну, что-то очень мне нравится. Законы Менделя. Чего это такое? Так. Не знаю, насколько хорошая идея. Так. Подождите пять секунд сейчас. Так. Ярослав услышал про законы Менделя. Вот, начал поглощать вообще всю информацию. Эти три пла-идеи. Его мозг жжёг клюкоску. Он захотел кушать и заплакал. Вот такая вот технология. Так, значит, тоже мне не особо хочется это всё расписывать. Давайте сделаем вот как-то по-простому. Вот это скрещивание, видите, V, это будет вот этот пятый вариант – 9.3.3 к одному. Вот. Поэтому я просто напишу, что вот V – это вариант 5. Почему это так? Ну, блин, это же просто теория, да? Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Когда он взял и вот там поскрещивал двух дигит раз и год. И получил расщепление 9.3.3 к одному. Часто такая база. 1, 1, 1, 1 – вот такое скрещивание, когда может получиться. Когда анализирующая скрещивание… Ну, то есть, смотрите. Видите такую штучку? У нас WD – один тип гомет. А вот этот организм, он даёт 4 типа гомет. И у нас получится 1, 2, 3, 4. Поэтому вот четвёртый вариант. Я, если честно, даже не читаю какие-то там белые дисковидные. Я сюда даже не вписывался, что чего. Я надеюсь, меня не надурит тут. По-быстрому решаю. Значит, а будет четвёртый вариант. Так. Здесь, смотрите, видите? D маленькая, D маленькая, D маленькая, D маленькая. А, короче, что тут у нас W обозначает? W обозначает белая окраска над жёлтой. То есть, белых будет 3, жёлтых – 1. А по шаровидности, то есть, а все остальные будут шаровидные. Дисковидных не будет. Значит, 3 белых, 1 жёлтый. И все шаровидные, видите? Значит, B будет 2. Генетику нужно понять определённым способом. То есть, чтобы решать классно задачу по генетике, легко, нужно понять просто определённый способ мышления, мышления, как их делать, отработать навык и получить определённое качество, закрепить на практике. Вы будете кайфовать. Потому что, ну, знаете, очень легко, допустим, даже посчитать, сколько будет, там, вот если скрестить вот таких вот, с вот такими, и посчитать какие-нибудь фенотипы, там, не знаю. Короче, вот такое тоже легко скрещивается и всё такое. Поэтому имейте в виду. Сколько вопросов осталось? Не знаю, мне кажется, много. Не, не много. Давайте ускоримся. О! Это эволюция тоже. Приходите, разберём. А, Б, В, Г. Появление цветка и плода. Это арогенез. Арогенез, то есть, были голосеменные, появился цветок, плод, стали покрытосеменные. Это арогенез. Редукция, это сразу тыкайте, что редукция, это катагенез. Видоизменение побега в корневище. Смотрите, побег, он может быть корневище, клубень. То есть, это просто разные побеги, но, по крайней мере, это побег. Побег и у папорника был, и там, и тут. Это всё побеги. Это просто разные побеги. Из-за того, что это разные побеги, это будет арогенез. То есть, арогенез обозначает разнообразие. Не выход на новый эволюционный уровень, образование нового дела, типа там и так далее. Просто разнообразие. То есть, разнообразие – это разные семейства, разные роды, виды, формирование удлинённых керьев, хвоста у самцов, некоторых птиц. Но это тоже арогенез. Это разнообразие хвостов. Вот, допустим, губчатые лёгкие у птиц – вот это арогенез. А вот разные хвосты – это арогенез. О, это то, что вы любите. А, Б, В, Г. Короче, они не отстанут с вами. Они хотят, чтобы вы запомнили, что кустарнички – это черника, голубика, клюква и брусника. Это кустарнички. Вот они капец как сильно хотят, чтобы вы это запомнили. Значит. А, берёза – это дерево. Я думаю, вам понятно, что берёза – дерево. Клюква – это кустарничек. Сурепка. Трестоцветная. Трава такая, короче. Это трава один. И одуванчик – тоже трава. Травы у них не древесневая стебель, а у кустарничков и кустарников – а древесневая стебель. Ну и у деревьев тоже. Дерево – один ствол. Кустарники – много стволов маленьких. Так. Орляк. Царство растения. Растения. Вы согласны, что папоротники с фагнумом – это растения? Мне кажется, должны. Так. Жерлянка. Чесночница. Это жабы всякие. Класс. Класс. Земноводные. Земноводные. Вот. Напечатали. Идём дальше. Схвоство птиц и млекопитающих. Ушные раковины появились только у млекопитающих. У птиц их нет. Внутриутробное развитие. Ну, у птиц же яйца. Органы дыхания. Альвеолярные и лёгкие нет. Развитые воздухоносные пути. Горта не трахея. Свободная передняя конечность. Состоит из плеча, предплечья и кисти. Тоже выбираем. Так. Нерис. Это у нас... Так. А, Б, В нужно выбрать. Таким. А, Б, В. А, Б, В. Значит. Нерис. Это кольчатый червь. Значит. Кольчатый червь. Черевь у него замкнутая кровеносная система. Зоологию можно выучить за одну-две недели. Вот реально на уровень 90+. Со всеми новыми нюансами, которые там есть. То есть в этом нет никаких проблем. То есть вам нужно просто выучить, у кого какая кровеносная система. В стиле, допустим, вот эти стрекающие плоские черви. Круглые. Кольчатые моллюски. Членистоногие. У стрекающих нет. У плоских нет. У круглых червей нет. У кольчатых замкнутые. У моллюсков не замкнутое. Есть сердце. У членистоногих не замкнутое. Есть сердце. Там есть еще некоторые нюансы по тому, какое у сердца есть. Но смотрите. Если вы выучите системы. Кровеносную, нервную, выделительную и так далее. По системам будете учить зоологию. Она уже у меня в конспектах там разобрана именно по системам. То вы это сделаете вообще легко и быстро. Скорость зависит только от того, как много вы будете решать тестиков. И там определенный объем тестов, за сколько вы нарешаете. То есть выучить можно там в течение часа всю зоологию. А решать там, допустим, неделю или две недели тесты. Закреплять то, что вы выучили. Понятно? Тыкните плюсик, если понятно. Если вам подходит такая тема, что очень быстро вы можете выучить по такой схеме ботанику и зоологию. И больше времени уделить, допустим, человеку, там первому, второму разделу, где реально очень много баллов скрывается. Добро пожаловать сделаем. Так, значит, аскорида, у нее вот кожно-мускульный мешок один, это же круглый червь, да? А большей цепени у нее смена хозяев. И мы нервная система диффузного типа не выбираем, потому что это у стрекающих. У тех, кто был кишечно-полосным. Так, сюда один. А, Б, ВНГ. Так. 26% вопросов, они про систематику, чтобы вы понимали. Что? Сейчас, сейчас, сейчас. Шмель. Тут нужен отряд. Смотрите, шмель общественная насекомая, отряд перепончатокрылые. Щитинь. Тут написано класс ракообразная, но нынче это подтип ракообразная, помните. Саранча. Это отряд прямокрылые. Перловица. Это тип моллюски. Ну, эту штуку просто нужно выучить. То есть, мы на занятиях это прямо рисуем. Понимаете? Рисуем там, ну, большое внимание этому уделяем. А, Б, ВНГ. Значит, желудок. Так. Место концентрации, концентрирования желчи. Это желчный пузырь. Слизистая оболочка вырабатывает соляную кислоту. Да, это про желудок. Ворсинки. Это про тонкий кишечник. Ну, смотрите, здесь вот это просто надо выучить. Нету никакой такой фантазии. Надо выбрать время, выучить состояние покоя сердца здорового человека. Ла-ла-ла. Так, сутки это 24 часа. Значит, за 24 часа нам нужно найти х. 75 ударов в минуту, значит, 0,8 секунды один удар. И за эти 0,8 секунды систола желудочков 0,3 секунды. То есть, у нас х будет равен 24 умножить на 0,3 разделить на 0,8. Так, 24 разделить на 8 это 3. 3 на 3 будет 9. То есть, вот так эти все задачи решаются. Есть ли какие-то задачи вот такого типа, которые немножко отличаются? Сразу говорю, есть. Выходите на уровень 90+, и мы их разберем. Потому что не имеет смысла их разбирать, пока у вас нет 90+. У вас есть что учить. Последний вопрос. Рефлекторная дуга. Быстро сейчас накалякаем, намалякаем. Безусловный рефлекс. Смотрите, напомню. Есть соматический вегетативный рефлекс. Есть три нейрона. Раз, два, три. Первый чувствительный, второй вставочный, третий двигательный. Значит, соматические рефлексы, они могут быть безусловными, и условные. Условные рефлексы не рассматриваются. Они идут через кору головного мозга, через мозжечки. Они не рассматриваются. Рассматриваются только безусловные. То есть, там, где скелетная мускулатура, безусловные рефлексы. Вегетативные рефлексы есть симпатические, парасимпатические. Но они на рефлекторной дуге, а разницы там, короче, нет. Итак, первый нейрон – это спинномозговой ганглей. И там, и там. У нас будет чихание, у нас будет соматический рефлекс. Чихание – все-таки соматический рефлекс. Так, здесь будут задние рога, здесь будут передние рога. Вот это будут боковые рога, а вот это вот вегетативные ганглей. Табличку рисую, чтобы вы просто понимали, что она есть. Есть видеоурок на эту тему, есть тесты по рефлекторным дугам. Их можно отработать, понять, что, как, чего. Рисуем рефлекс. Вот этот спиной мозг, серое вещество – это бабочка. Первый нейрон чувствительный идет в задние рога. Тут тело вставочного нейрона. Вот, нарисовали, расставляем. Так как центр находится, то есть продолговатый мозг, куда его тыкнуть? Вот единица – это будет здесь. То есть серое вещество продолговатого мозга, там находится ядра, отвечающие за чихание. Понятно? То есть продолговатый мозг – это будет вот единичка, это серое вещество, вот это вот сама бабочка. Ну, это схематичный рисунок, там оно ядрами представлено. Дендрит чувствительного нейрона. Вот он, дендрит. Дендрит, вот тело, вот аксон. Тело вставочного нейрона в носоглотке. В носоглотке нет вставочных нейронов. Тело вставочного нейрона, вот оно, оно находится в продолговатом мозге, не в носоглотке. Передний корешок спинно-мозгового нерва. Вот этот вот участок, скажем так, обозначим, что это будет передний корешок спинно-мозгового нерва. Не, стоять, это задний. Стойте. Вот передний. Стопаю. Короче, 4. Рецепторы слизистой оболочки носовой полости. Ну, надо же как-то чихнуть. Вот с пятерки с этого начинаются, а с шестерки все заканчивается. Межреберная мышца. Строим теперь последовательность. Получаем 5, 2, 1, 4, 6. Все, нажимаем отправить. Выберите лестницы. Боже, это мой. Лестницы выбрали, отправили. Сейчас с котятками какие-нибудь ошибки будут. Посмотрим. Ай-ой, не только с котятками. Что я там накосячил, натыкал. Да, котята, видите, они за один приплод, короче, не являются популяцией. Да, вот откройте, пересмотрите еще. А это я не дочитал, это я тыкнул мимо. Листья мелкие, восковой налет. Тыкал на восковой налет, а тыкнул на пятерку. Ну, прикольно, в общем. Так, все, мы с вами закончили. Если получится склеить две части, то я склею и вышлю их вместе. Посмотрите урок целиком. Все, всем хорошего вечера. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok